Приветствую! Какой будет мобилизация в Украине с 1 декабря 2023 года? Сейчас об этом поговорим и разберемся с тем, чего же нам ожидать. В первую очередь хочется сказать, что эта мобилизация в декабре будет уже лишена тех проблем, которые были раньше. Но по меньшей мере об этом говорит глава СНБО Пан Данилов. Он говорит, что в принципе те проблемы, которые есть с мобилизацией, они не такие уже большие проблемы и они раздуты Роспропагандой. Ну окей, давайте спорить не будем, согласимся с тем, что проблемных случаев не так уже много, давайте с этим согласимся. Но поставим другой вопрос. Если вся вот эта история с операцией бусик, с применением силы к гражданским, с по сути похищением человека, как мне кажется, да, когда человека запихивают в бусик, увозят в неизвестном направлении, потом там его бьют. И мы это достоверно знаем, что там бьют людей, у нас видео есть соответствующее, есть уголовные производства, которые ДБР открывало. И тут у меня есть один вопрос, просто один маленький вопрос. А где же наша пропаганда? Где же наша пропаганда? Почему же наша пропаганда не показывает все те приговоры, которые были вынесены в отношении тех представителей ТЦК, которые нарушали права человека в Украине? Где же наша Роспропаганда? Где эти приговоры? Или их что, нет? А как может не быть приговоров? Так вот, если этих приговоров нет, тогда у нас огромные проблемы. И эта проблема не просто с мобилизацией, а это вопрос защиты прав человека, защиты прав человека теми органами, которые должны его защищать. И вот здесь вопрос, хотелось бы узнать, узнать этот результат работы, как правоохранительные органы, как судебная система защищает права человека. Почему нам это не показывают? Мне кажется, было бы очень логично показать, что вот кто-то нарушил, вот он понес соответствующее наказание, которое предусмотрено уголовным кодексом. Но пока мы этого почему-то не видим, почему-то от нас это скрывают. При этом мы четко видим, когда там нужно привлечь человека к уголовной ответственности, то от самого момента совершения правонарушения до приговора может пройти три недели. Я рассказывал об этом, да, где человек отказался от прохождения ВЛК и через три недели был уже обвинительный приговор. Вот как может работать и правоохранительные органы, и судебная система. Почему же они от нас скрывают то, как привлекают к ответственности вот тех ТЦК и СП, которые телефоны запускают на Луну, которые вдвоем там женщинам рассказывают, как правильно себя вести и так далее. Но это такое, будем ждать, возможно и наша пропаганда начнет в этом плане что-то нам давать, какую-то ценную информацию. Чего нам в целом ждать от декабря месяца? В декабре месяце мы ждем однозначно кардинальных изменений. На сегодняшний день уже в Верховной Раде зарегистрирован законопроект под номером 10292. Ссылочку я вам оставлю в описании к этому видео. Но вчера, 27 ноября, появилась карточка этого законопроекта, но самого текста законопроекта на сайте Верховной Рады нет. Исходя из названия законопроекта 10292, мы понимаем, что он касается новых правил воинского учета. Что там будет написано? Пока еще загадка. Как только появится, обязательно сделаю разбор. Но уже сегодня, вот наверное даже не сегодня, за последние сутки, разные люди мне начали писать такую информацию, что к мобилизационной работе начали привлекать Джеки. И в сети появились документы, которые свидетельствуют об этом. И люди присылают там свои переписки из таких общедомовых групп или из групп ОСББ, где пишут, что вот привлекают ОСББ, которые будут передавать соответственно информацию о том, кто где живет. Вплоть до того, что нужно будет приходить, открывать подъезды, на которых электронный ключ, например, чтобы пустить соответственно представителей ТЦК и ЕСП, которые будут обходить дома. То есть идет однозначно вот это усиление мобилизации. Кроме этого, понятно, мы ожидаем того, что отменят отсрочку студентам, отменят отсрочки людям, которые осуществляют уход за инвалидами, либо за людьми, которые нуждаются в таком уходе. И как нам Безуглая анонсировала, что будет сужен круг лиц, которые могут осуществлять уход до родственников первой линии, будет уменьшен возраст, возраст, в которого можно призывать человека в связи с мобилизацией. И, естественно, нужно понимать, что вот эти все изменения по мобилизации, изменения в отсрочке, они коснутся и выезда из Украины. Поскольку на сегодняшний день правила выезда из Украины, они в значительной мере синхронизированы с законом Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, и право на выезд, оно, как правило, связано с правом на отсрочку, то как только человек потеряет отсрочку, то понятно, что он потеряет и право на выезд. И я думаю, что здесь не произойдет так, как произошло у нас с законопроектом 93.42, вот там, где правка Марьяны Безуглой была в 11 абзац. Там, судя по всему, это была просто такая вот точечная правка Марьяны Безуглой. Сейчас же мы видим по заявлениям Данилова, по заявлениям Зеленского, по заявлениям Костенко, который занимается нацбезопасностью в Верховной Раде, по заявлению той же Безуглой, по заявлениям Рахамии, который говорил, что высшее руководство, оно про продолжение боевых действий. Все это свидетельствует о том, что сейчас идет, ну такая действительно разработка комплексного подхода к вопросу мобилизации и, собственно говоря, наверное, к устранению тех моментов, которые были конфликтные. А устранить их каким образом можно? Расширить полномочия ТЦК и ЕСП. Для того, чтобы там проверка документов стала легальной на сегодняшний день, поскольку мы знаем, да, что пока таких полномочий они не имеют, но, скорее всего, эти полномочия у них появятся. Какие еще у них полномочия появятся? Ну, здесь одному Данилову известно. В любом случае, мы следим за этим. В любом случае, рекомендуется очень, наверное, подумать тем людям, которые вот планировали выезжать из Украины, да, но планировали там выехать, может, после Нового года, еще там позже. Вот вам сейчас надо подумать, что делать. Да, я понимаю, что вы в таком информационном вакууме. Да, нет еще даже текста законопроекта, чтобы понять, затронет он вас, не затронет. Но вы должны понимать, вот я видео уж не просто так назвал, 1 декабря. Смотрите, 27 числа была зарегистрирована карточка. И по опыту законопроекта 93.42, вот можно провести некие параллели, там исправленный текст документа был подан 28 числа. Сегодня как раз 28, но это был что, июнь у нас, 28 еще. И 30, вот вдумайтесь, 28 подается исправленный текст, а 30 уже он был опубликован в Голосе Украины. И, соответственно, набрав чинности. Сейчас же, поскольку мы видим, что у государства, у топов, есть такая позиция однозначная, что мы разрабатываем, могут подать этот законопроект в таком уже виде, что не нужно будет ничего править, никто не будет ничего править. И сегодня текст до вечера окажется в Верховной Раде, завтра проголосуют и подпишет президент, послезавтра его опубликуют, и с 1 декабря у нас могут быть новые правила. Мы уже такое видели. Мы видели, что когда государству нужно, может принимать законы очень быстро. Я не хочу вас стращать этим видео, я не говорю, безусловно, что надо сейчас там все бросить и уехать. Потому что, во-первых, не все отсрочки, естественно, будут отменены. Во-вторых, понятно, что не все люди собирались ехать вообще из Украины. Но вот те люди, которые планировали выезжать, ну, может, вам нужно, стоит подумать о том, как быть дальше. Опять же, не хочу вас пугать, но вполне возможно прогнозируется отмена отсрочки. И отмена отсрочки повлияет на ваше право на выезд из Украины. В любом случае, я слежу за этой ситуацией. Как только появятся какие-то новости, какой-то текст законопроекта, сделаю соответствующее видео с подробным разбором и, ну, с какими-то уже, наверное, конкретными рекомендациями, кому что нужно делать и какие документы собирать, готовить и к чему готовиться в целом. Ну, а на этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.